Наушники. Мы пользуемся ими ежедневно. И ежедневно путаемся в проводах. Сходим с ума, пытаясь синхронизировать их по блютуз. Настроить звук или переключить трек – та еще задачка. Мы боимся использовать их в качестве гарнитуры, где гарантия, что собеседник нас услышит. А функция шумоподавления. Поднимите руку те, кого она устраивает. Согласитесь, странная ситуация. Мы вовсю пользуемся устройствами, которые напичканы сенсорами, на которых установлены мобильные приложения, которыми мы с легкостью управляем жестами. А что же наушники? Задержка в развитии? У французской компании Perot есть ответ на этот вопрос. И этот ответ – умные наушники ZIC. Точнее, ZIC 2.0. Это уже второе поколение гаджета, объединяющего в себе беспроводные наушники, телефонную гарнитуру, модуль шумоподавления и сенсорное управление. Как и прежде, к созданию новых ZIC приложил руку известный спец в области промышленного дизайна Филипп Старк. Тот самый, который в свое время работал над яхтой Винос для Стива Джобса. ZIC 2.0 буквально напичкан электроникой. Помимо ожидаемого Bluetooth, здесь также имеется модуль NFC, упрощающий подключение гаджета к смартфонам и планшетам. Не отказались в Perot и от обычного аудиошнура. Как говорится, заряд приходит и уходит, а слушать хочется всегда. К реализации шумоподавления разработчики подошли архиответственно. Помимо четырех внешних микрофонов, отслеживающих шумовую обстановку, ZIC 2.0 оснащены еще и четырьмя внутренними. Вкупе с цифровыми фильтрами адаптивная система шумоподавления творит чудеса. Мы опробовали наушники на московских улицах и в метро, результаты оказались впечатляющими. На месте осталась и фирменная фишка ZIC – сенсорное управление. Оно по праву получило эпитет интуитивное. С помощью вертикального свайпа можно регулировать уровень громкости, горизонтальным – переключать треки. Останавливать или запускать воспроизведение можно одиночным касанием, либо просто сняв наушники. На правой амбушюре размещен специальный датчик. Решили слушать музыку дальше? Просто наденьте их снова. И не стоит лезть в карман за смартфоном, если вам нужно срочно позвонить. Длительное касание сенсора запускает голосовой набор номера, а ответить на звонок можно коротким одиночным тапом. Ну, а чтоб вас не застали врасплох, активируйте систему голосового определения абонента. И как наушники, и как гарнитура ZIC 2.0 на наш непритязательный вкус звучат отменно. Тем более, что отличная реализация шумоподавления позволяет использовать гаджет там, где обычное аудиофильское устройство будет не к месту. Отметим также ощутимую басовитость и хороший запас по громкости. Если же вы хотите использовать умные наушники по полной, установите одноименное мобильное приложение. С его помощью, к примеру, легко настраивается режим шумоподавления. Можно выставить максимальный уровень, активировать уличный режим, благодаря которому вы не рискуете попасть под колеса хипсерского самоката или выключить совсем. Встроенный аудио процессор ZIC 2.0 штука довольно гибкая. Звук можно отрегулировать либо с помощью оригинального кругового эквалайзера, перемещая маркер внутри окружности, или же прибегнуть к пятиполосной частотной настройке. Если же вашей музыке не хватает объема, воспользуйтесь функцией концертный зал и мысленно перенеситесь в помещение побольше, заодно настроив расстояние между стереоисточниками. Еще одна фишка Parade ZIC 2.0 — возможность использовать звуковые пресеты от известных музыкантов. По сути, это уникальный шанс услышать ту или иную композицию именно так, как ее задумал сам автор. На этом приятные сюрпризы в мобильном приложении не заканчиваются. Загляните в раздел настройки — там вы найдете немало интересного. Как заявляет разработчик, ZIC 2.0 работают от 6 до 18 часов. Почему такой разброс? Ответ прост. Во-первых, наушники могут работать как по Bluetooth, так и через аудиошнур. Во-вторых, многое зависит от того, какие из основных режимов шумоподавления, эквалайзер или концертный зал вы активировали. А как же минусы? Честно говоря, они оказались мелкими и индивидуальными. Кому-то давит оголовье, другие постоянно попадают пальцем в кнопку включения, а у-третьих, во время приступа зевоты срабатывает датчик присутствия. В общем, мы решили не размениваться по мелочам. Время неумолимо. В начале сентября на берлинской выставке IFA компания Parrot анонсировала уже третье поколение наушников собственной разработки. Однако до их появления ZIC 2.0, по-видимому, все же удержат за собой звание самых технологичных наушников. Как и продукция Apple, Parrot ZIC вдохновляет другие бренды, ведь французам удалось соединить в одном гаджете все, чего так не хватало меломанам-путешественникам и аудиофилам-гаджетоманам. Подписывайтесь на канал Geek to the Future, оставляйте комментарии, ставьте лайки и не забывайте, будущее в наших руках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова